Приезжай к нам в Россию! Россия ждет тебя, Илан Маз. Да! 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 Значит, у меня много текста, поэтому я без вступления. Начнем сегодня с отряда Путина у Малахова. На них прислали, потому что рекордное количество заявок. Для тех, кто не в курсе, путинские активисты, это путинские активисты из Краснодара, которые знамениты своими роликами с приглашением Илона Маска в Москву и патриотичными лозунгами «Очистим Америку от фашизма». Забирай все свое богатство, что ты там нажил, иначе у тебя его отберут. И приезжай к нам в Россию! Россия ждет тебя, Илан Мас. Мы спасем Северную Америку от фашизма! Да! 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 Не рублей, а не за доллары. Замечу, что доллары в свое время сожгла культовая группа КЛФ. Точнее, не доллары, а фунты, миллион фунтов, стерлингов быть точнее, если это было настоящее представление. Поэтому чем краснодарские бабушки, собственно, хуже КЛФ? Отряды Путина на прошлой неделе пришли к Малахову, и наши зрители давай мне сеть писать. Посмотри, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста. А я человек подневольный, мне стали смотреть. Я смотрю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот, посмотрите, Байдену 80. Мы постарше его. И мы молодые, задорные вещи. Про отряды Путина важно понимать, что это не группа инициативных пенсионеров, простите, сама по себе собралась, а их организовал местный бизнесмен Марат Динаев и его дочь Фатима. Она там работает координатором. Именно эти двое организовывали набеги на штабы Навального, за которые их даже штрафовали. Представляете, было время в нашей стране, когда штрафовали за набеги на штабы Навального. Хорошо жили, е-мое. И до сих пор эти люди проводят свои дичайшие учения и опыты над бабушками. Вот, пожалуйста, Фатима Динаева на следующем видео учит бабушек бить врага. Бить буквально. На сегодня мы с вами потренируемся, как мы будем действовать в случае, если увидим врага Путина около администрации Путина. Что надо делать? Учиться надо. А сам ничего. Заниматься. 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 Зачем? Зачем? Признаться, это одна из самых грустных программ за три месяца. Бабушек жалко просто невозможно как. Не издеваться, не хихикать над ними мне совсем не хочется. Это вопрос скорее вообще к нам. Вот почему у нас такие несчастные старики, которые бегут от одиночества в отряды Путина всяких проходимцев типа этих Динаевых? Получилось, что девчонки вышли замуж. Туда приду, я там не нужна. Там своя семья, своя это. Сначала, конечно, было такое, знаете, никому я не нужная. Зачем? Зачем я уже вообще живу? А потом как-то привыкла. Оказывается, я еще кому-то нужна. Жалко жить, ну правда. Востребованность. Востребованность, да. Я честно желаю этим старикам дожить до 150 лет. Обязательно застать тот момент, когда вскроют архивы про их кумиры, чтобы они узнали правду. А так я отказываюсь танцевать на их костях. Вот пойдет режим, мы им сразу Бритни Спирс привезем. Они кого за кого хочешь проголосуют. Им эта политика, вот поверьте, даром не нужна. Внимание им необходимо, и мы все это прекрасно понимаем. Бритни, дорогая наша, мы отряды Путина, мы твои поклонники. Мы любим тебя, твои песни, твой талант. Приглашаем тебя в Россию. День рождения к себе в Россию, в баньку, напариться, душой отдохнуть. Такой день рождения устроим, никогда не забудешь. Ладно, не согласны мы с вами по поводу бабушек, да и неважно, наверное, это не знаю. На телеканале «Культура», любимом, кстати, некогда телеканале моей бабушки, вышла замечательная программа о том, как нам всем, ребята, с вами не повезло. Всем иммигрантам сейчас не позавидуешь в этом году, да и в прошлом веке они никогда ничего не добивались. В общем, жалость, одна сплошная жалость. Знакомьтесь, проект «Картина мира», физика Михаила Ковальчука и его новый русский мир. Последнее на фоне постковидной СВО мы видим, это такой вообще непонятный какой-то психоз. Люди, боясь войны, уезжали в Армению, в Грузию или в Израиль, так сказать. Ну, это даже странно обсуждать. Но, тем не менее, что является важным, сейчас у нас совершенно иная политика государственная. Это часть нашего русского мира, с которым мы вместе живем. Мы-то наши люди. Михаил Ковальчук в компании с историком Ефимом Пивоваром два часа подряд, потому что жалость свою они не могли уместить только в одну программу. Они сделали две программы про то, как нам их жалко, как им нас жалко. И мне вот все два часа было интересно, какое конкретно министерство эту программу Михаилу оплатило. Но они так и не ответили на этот вопрос. На тот период пришлось еще несколько микроволн эмиграции. В том числе и бежали на гастролях за рубежом танцовщики балета «Муриев» в 1961 году, «Барышников» в 1974-м, фигуристы «Белоусова» и «Протопопов» в 1979-м. Ну, я бы сказал, такие, как они считали себя предприимчивыми. Какая-то часть была успешной, большая часть была неуспешной. Надо сказать, что вообще иммиграция в первом поколении никогда не может быть успешной, потому что социум не пускает наверх, он пускает на средний и нижний уровень. Особенно в Америке, потому что она вся сторона иммигрантов. То есть сразу после фамилии Барышникова тут же встык сказать, что иммигрантов, особенно в Америке, никогда ничего не получается, это, конечно, пять. Ну ладно, дальше больше. Ребята решили взять эксклюзивное интервью Константина Богомолова, который, как известно, поставил спектакль «Придачники на бале». Там как раз русский иммигрант показан жалким, капризным, ничтожеством. Собственно, именно таким считает его сам автор. Вот этот московский креативный класс этих вполне себе успешных 25-30-летних людей, пришедших в жизнь, вполне обеспеченных, сытых, благополучных, которые все время как-то что-то страдают, все время как-то горюют о чем-то. Все время они своей страной недовольны, своим миром вокруг недовольны. А по сути дела очень пошлые люди. Очень пошлые люди, пошло проводящие свою жизнь. У Константина, конечно, просто не укладывается в голове, что люди, у которых все хорошо с деньгами, могут быть чем-то недовольны. Ведь в мире Константина, если деньги есть, то и страдать не о чем. Я вот честно даже завидую таким людям, как Константин, потому что у них все в жизни очень просто. Как бы ты не придумывал себе какой-то новый мир, это тоска, она гложет их, она их разъедает, она их разлагает изнутри, и она делает их такими зомби отчасти. Очень печальная всегда история отъезда из страны – это что бы ты ни мыслил, как бы ты ни говорил, это яд, который медленно или быстро разрушает человека. Это совсем не рай. Это имитация. Это имитационное существование. Вот если бы Константин хорошо бы учился в МГУ и не прогуривал, например, философию, то не пришлось бы нам за него сейчас краснеть. Не расстраивайтесь, Саша, Таня и все остальные иммигранты. Ностальгия – это классно. Она приближает вас к рассмыслениям о подлинном существовании. Вот такие два чувачка, которые чуть больше понимали в жизни, чем Константин Богомолов, как Аристотель и Платон, считали ностальгию проявлением душечувствующей. А Хайдеггер, например, который тоже что-то там понимал, считал ностальгию вообще синонимом слова «философия». Он воспринимал философию как ностальгию по абсолютной истине. Ну и потом, знаете, кто может сильнее полюбить Родину, чем человек, который однажды ее потерял? Но этого, конечно, не понять Богомолу, который все измеряет в рублях. Да и черт с ним. Программа «Новый русский седак». Да, нет, я хотела просто пояснить, что расстраиваюсь я не из-за того, что говорит Богомолов про уехавших, а про... Ну, я расстраиваюсь из-за того, что мне в свое время нравились спектакли Константина Богомолова. Они перестали тебе нравиться из-за этого? Нет, я вот теперь думаю, как этот человек, который все это произносит, их ставил. Да, он... Это же он своими руками. Слушай, у нас в каждой программе такой вопрос, как Шеф Назаров, который написал «Курьера», вот сейчас делает. Таких людей еще много. Но, к сожалению, таланты и мерзавец иногда идут вместе. Ничего страшного. Отделять искусство... Я тебя потом научу от человека. Очень просто. Договорились. Я тебя наберу. Наберу на тебя. Людечка, еще секунду. Я прошу прощения. Техническое объявление. У нас идет голосование. «Жалко ли вам бабушек из отряда Путина?» Вопрос, поставленный ребром Люси Грин. И три варианта ответа. Просто не все видят. Ютуб сейчас что-то зажимает голосование. И вопрос формулируется. «Вам жалко бабушек из отрядов Путина?» «Да», «Нет» и «немножко». В конце я скажу результат. «Да», «Нет» и «немножко». Значит, те, кто будут смотреть отдельным роликом, там голосования, естественно, не будет. Но вы напишите, пожалуйста, комментарии под роликом, что вы думаете по этому поводу. Жалко ли вам бабушек из отряда Путина? Там можно поспорить с теми, кто считает иначе. И так далее. Продолжай, пожалуйста, Людечка, извини. Программа «Новые русские сенсации» на НТВ сварганила на прошлой неделе аж двухчасовой бенефис Маргариты Симоньян. Программа называлась «Маргарита, а что дальше?» Краткое содержание двухчасового интервью. Не знаю, я не уверен, не знаю. Может быть и так, но я надеюсь, что не так. Маргарита действительно все интервью зачем-то очень скромничала, водила ножкой по асфальту и заявляла, что она вообще ни разу ни в чем не эксперт. Как будто мы не знаем. Разместояние серьезного и заложного, как вы считаете, вот так громко, публично, оно ничего? Я в стартах киевских экскрементов не разбираюсь. Вы меня так спрашиваете, как будто я специалист по Зеленским, заложенный. Но позже оказалось, что Маргарита знает про киевский режим достаточно. Просто она любит, чтобы ее упрашивали. Знаете, вот как в новогодней елочке зовут дети Снегурку. Давай, Снегурочка, расскажи, что ты знаешь про Зеленского? Ну, может быть, он перестал слушаться. Я такое тоже слышала, что он совсем с ума сошел, забронзовел, не слушает уже никого, даже американцев, ни советников, ничего. Вот он сам по себе, и, может быть, они от него уже устали. Но, может быть, они понимают, что он просто трехнутый наркоман, который вообще непонятно чего от него ждать. И поддержка у него запредельно просто упала за это время. Ну, посмотрите просто на его лицо. Ты же по нему все видно. В коридорах самых дорогих бункеров Киева ходят нехорошие сплетни. Мол, Зелю буквально за ноздри тянул за столик каких-нибудь переговоров. А если будет упираться, то западные кураторы могут и пришить за углом. То есть, если Зеленский перестанет нюхать кокаин, его сразу убьют. Да, прикольная, конечно, новая русская сенсация. Это прямо самая смешная программа на русском телеке. И еще более смешно Маргарита отбрыкивалась от того, что ничего она про бомбу не говорила. Это, естественно, все в госдеп. И всем, кому показалось, она собирается отключить газ, точнее, затаскать по судам. Это второй прием от вышеупомянутых ЦРУ, СПУ, ЦПСО. Первый прием – физически ликвидировать. Но пока не получается, нужно попробовать разрушить репутацию. Это же происходит очень давно. Это до СВО началось. И это происходит не только со мной. На нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, тогда отслеживается каждое твое слово. Специально обученные люди крутят справа, слева. Как бы можно так вывернуть, как бы можно так повернуть? Ничего такого страшного. Ни ядерные зимы, которые все боятся. Ни чудовищной радиации, которая умрет всех. Чтобы против меня настроить именно мою аудиторию, то есть патриотических людей. Термоядерный взрыв, например. Ядерный взрыв. Значит, я как предложила взорвать ядерную волну над Сибирью? Наша чушь собачья. Понятно же, что я ничего подобного не предлагала и предложить не могла. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й. Маргарита Джекила и ее миссис Хайт. Странно, что никто не подсказал Маргарите модную сейчас отмазку про нейросеть. Но ок. Пранкеры Вован и Лексус уже второй месяц ведут на первом канале шоу, где разбирают свои подлинненькие розыгрыши. Собирают, значит, лояльных малоизвестных экспертов и с ними не без удовольствия закапывают порядочных и не очень людей. Говорят им в спину гадости. Так вот, чехвостили в последнем выпуске о Кунина, например, и мы все знаем, чем это закончилось. Он некомпетентный историк, который извращал очень многие исторические факты. Это мы все знаем. А вот то, что он просто безграмотный человек, который говорит о том, что это война двух наций, что за бред вообще? Он говорит, какие две нации? Вот у меня предки с Украины. Какие нации? Один есть русский народ. Это был актер Бурляев, тот самый, кто играл главную роль в военно-полевом романе. Кровожаднейший оказался дядь, к моему удивлению. Еще смешно он, что он в свое время сыграл и шоу в «Мастере и Маргарите», но это давно было, он теперь забыл о жаль. Не удивлюсь, если именно после его обращения Бастрыкину Акунину быстро дали и на агента и запретили в продажу. Я вот депутат, и я человек-то миролюбивый абсолютно. Хотя мои коллеги давно предлагали заняться этими ребятами. Я так как-то... Все меня тормозило. Сейчас я просто убежден, что этим надо заниматься серьезно на уровне закона. Можно считать моим обращением, официальным обращением в Следственный комитет к Александру Ивановичу Бастрыкину. Я думаю, что он это обязательно увидит. Принимайте меры. Пора с этим разбираться. Ну, справедливости ради, прости, скажу, что Акунину пока не признали на агента. Там гораздо хуже всего. Да, там его внесли в список террористов. Его накануне в очередной раз предложили включить в список на агентов, но пока еще не включили. Ну, тут пятница. У нас уже некоторые кандидаты есть, как мы уже слышали. Прости, мне казалось, что да. Мне казалось, что далее. А просто было так много информации о том, что его предлагают включать. И вчера, и раньше. Не надо мне сейчас отмазывать. Это моя ошибка очередная. Все нормально. Еще в студии сидел писатель Олег Рой. Вот можно мини-опрос? Может, я что-то не понимаю. Кто читал Акунина? Кто читал Олега Роя? Вот, собственно, все, что вам нужно знать о той обиде и зависти, которую испытывает бедный Рой? И чем руководствуется этот человек, когда требует убрать книги Акунина с прилавком? Он ведь очень сильно лукавит. Когда он говорит, мои концерты отменили по каким-то причинам, и билеты были проданы, эти концерты не состоялись, потому что он никому не интересен там. Ни как писатель, ни как творческая личность. Он был и есть интересен только в нашем государстве. Он здесь взрастил свое имя, и отсюда получает и получал свои те деньги, на которые спокойно живет там и обливает нас грязью. А книги его до сих пор продаются. И теми же самыми тиражами. Ну, ребят, ну почему мы вдруг дали право обливать грязью нашу страну под эгидой инагент? Мы тебе дали инагент, и теперь ты имеешь право на все. Не надо этих никаких инагентов. Предатель! Вот ты, Александр, и ты, Таня, вы знали, что когда на вас повесили клеймой на агентов, это, оказывается, означало, что вам теперь можно все. Вот что вы сделали из этого всего? Да, я знал. Собственно, я и до этого... Я надеялась. Но как только дали, сразу... Я надеялась, но я не знала. Но спасибо, что теперь делала. Я теперь мечтаю. И с криками «Минюст разрешил». Я теперь мечтаю тоже об этом звании. Может, когда-нибудь его даже заслужу. Помимо Акунина, в той программе полоскали Дмитрия Быкова, которому Вован и Лексус позвонили от имени Андрея Ермака. Если бы меня позвали преподавать, например, в Одессу или Днепр, я бы очень был рад тоже. Но работа у меня есть. У меня проблем с работой нет. Я хотел бы быть полезен Украине каким-то образом, но это дело другое. Посмотрите на эти два лица. Лживые, жаждущие. Вот только пристроиться бы, только бы пригласили. Ну, прежде в Одессу, которую он любит. Ну, вот хоть что-то дали бы сейчас. Несчастные. Как раз-таки этот момент и показал, что для Быкова деньги не важны. И он готов бросить свой американский университет ради Одессы. Я вот вообще ни разу не фанат, кстати, Быкова, но к нему ни одного вопроса не возникло после этого пранка. Вот об Акунине так нельзя сказать. А Быков порядочный, такой большой, как будто ребенок. Я даже, может, и передумаю, запишусь к нему в поклонники. Где там, кстати, можно... У вас же он работает, можно записаться. Ну, можно сказать, работает. Каждое воскресенье в программе Classic News. Да, пиши. Что значит, можно сказать, работает. А что, Люся Грин, тоже можно сказать, у тебя работает. Люся пашет вообще просто пашет. Люся пашет. Нельзя сказать, работает. Вот она... Вот именно. Значит, от Дмитрия Быкова переходим к другому Быкову, Леониду. Леонид Быков, один из моих любимых актеров. Вообще, One Love. Которого сейчас посмертно, подлейшим образом пытаются деноцифицировать и замазать тот факт, что самый любимый военный фильм «Россиян» снял «Упс! Украинец». Это, конечно, такая не очень удобная сейчас правда. Поэтому к дню рождения Быкова показывают снятый в 2018 году фильм «Арфа нет. Возьмите бубен», где на протяжении часа Быкова ни разу не называют украинцем, а в его смерти косвенно винят студию Довженко киевскую, где его якобы преследовали неудачи. Украина – страна кумовства. Она всегда такой была, спокон веку. Они такие восточноевропейские итальянцы. А Быков никому не был кумом. Он чужак был. Если вдруг кто не знает, именно на студии Довженко Быков снял «Аты, баты, шли солдаты», и в бои идут одни старики. А что действительно подкашивало его здоровье, это известный факт, так это именно такие кинокритики, как Ирина Павлова. Картина «Аты, баты», она не получилась совсем, от слова «совсем». Для чего нужен режиссер? Если собрали коллектив, поставили, порепетировали с актерами, в случае приличный ассистент может сделать. А потом каждый выдал сольный бенефис, а ты склеил. Получился такой концерт по заявкам. Так вот фильм «Аты, баты, шли солдаты» – это и был концерт по заявкам. В общем, выяснилось, что у Люси Грин выработался за эти три месяца нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Потому что не скрылась в нее тот факт, что в 2018 году фильм про Быкова был немножечко длиннее, точнее на полторы минуты. И я сразу поняла, на какие именно полторы минуты. Смотрите, как смонтирован в новой версии докфильма кусок про отъезд Леонида Быкова в Киев. А теперь посмотрите, как выглядит тот же самый момент в оригинальном варианте докфильма «Арфа нет. Возьмите Бубен» 2018 года. Город, который поначалу сулил ему огромные возможности, больше его не принимает. Быков чувствует, что в Ленинграде он стал чужим. Он все чаще задумывается о том, чтобы вернуться обратно, на родину, на любимую Украину. «Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались». «А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села». «Э, нет. А воздух другой». «А небо голубее, и земля зеленее». Там ему все было по душе, по сердцу. И мечтал, и рвался. Он думал, что ему будет легче на Украине. Родная земля там поддержит. К тому же сырой питерский климат не подходит детям Леонида Быкова. Собственно, именно тот момент про Украину в фильме они же тоже вырезали в этом году. Из-за «В бой идут одни старики». Но только есть одна неувязка. Неотделим Выков от любви вокруг Украины. В каждом слове она у него, в каждом вот этом шо, в каждом «гэ». Ничего у вас, ребята, не выйдет. А фильм «Великий без купюр» кому надо, тебя найдут в интернете и посмотрят. Кумирам своим в спину стрелять не позволим. У меня на сегодня все. Спасибо, дорогая Люся. Спасибо! Я должен две вещи сказать. Во-первых, подвести результаты нашего опроса про бабушек. Вот, как бы, был... Что там, жалко или не очень? Ты знаешь, не очень. Значит, точно скажу. Меньше всего вариантов набрал вопрос ответ «да». Вам жалко бабушка за отряд Путина? Да, 13%. Немножко, 16%. То есть, в сумме милосердных людей 29%. У нас и нет 71%. И вещь вторая. Я посмотрел в Википедии, сейчас буквально фильм «От и батушке и солдате». Я не знаю, как он там не получился, но он занял седьмое место в прокате 1937. А я испугалась, что я опять что-то не так сказала. Нет, ты все правильно. Правильно все сказала. А я тебя напугал. Нет, ну, слушай, сказать, что «От и бате» не получилось, это я не знаю про «Апокалипсис». Сегодня можно сказать, что он не получился. Но это великий фильм, и как бы пошла бы она своим мнением, это Павлова. Не будем уточнять, куда. Слушай, про бабушек ты меня огорчил, но я так, в принципе, почитываю чат твой. Я, в принципе, предполагала, что ответ будет такой. Я, в общем, желаю всем добра. А что еще пожелать этим людям? Но счет-то на табло, извини, что к «От и батам» возвращаюсь. Седьмое место в прокате 1977 года. 35 миллионов 800 тысяч зрителей. На всякий случай. Конечно, особенности советского проката и вообще число прокатываемых фильмов, это отдельный разговор. Но, тем не менее, 35 миллионов 800 тысяч зрителей в любом, так сказать, раскладе – это гигантский успех. Ну, а в бой до одних стариков у него еще больше. Это безусловно. Это безусловно. Спасибо большое, говорим, Люси Грин. Спасибо. Земной поклон. Спасибо огромное. Было потрясающе. Спасибо, Люси. Чрезвычайно. Да, скажите сегодня, какой насыщенный выпуск. Великая, просто великая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова